Владимир Николаевич, здравствуйте. Сегодня мы с вами встречаемся в такой неформальной обстановке. Надеюсь, разговор тоже будет откровенным и немного неформальным. Для вас Новый год это рубеж какой-то? Это что-то новое? Шаг вперед? Что касается разговоров со мной, я думаю, что они всегда получаются достаточно неформальными и откровенными. Что касается Нового года, я несколько раз уже говорил о том, что для меня рубежом, лично для меня является мой день рождения. А Новый год это такой просто для нас светлый праздник, потому что и Новый год, и Рождество, это дает нам возможность как-то перезагрузиться, поймать хорошее настроение, какие-то ожидания. И, конечно, с этим праздником у нас связаны не какие-то планы по работе, а больше какие-то, наверное, личные ожидания того, что все у нас в следующем году будет лучше, чем в предыдущем. И я думаю, что вот если вся страна у нас живется с ощущением того, что должно произойти что-то хорошее, я думаю, хорошее обязательно произойдет. В плане работы, насколько продуктивно прошел этот год и на что было потрачено больше всего сил? Что касается того, на что больше сил было потрачено, наверное, больше сил всего было потрачено на смену идеологии работы администрации. Я не уверен, что до конца мне все это удалось, но я стараюсь сделать так, чтобы администрация у нас работала именно для жителей, а не для отстаивания каких-то корпоративных своих интересов, потому что это две разные вещи. И важно людей перенацелить на другие ценности, а ценность, как и в любом предприятии, должна быть одна – это клиентоориентированность, в нашем случае это интересы жителей. И что-то получалось, что-то не получалось, какие-то люди уходили, новые люди приходили, соответственно, этот процесс, наверное, никогда не будет остановлен по времени, потому что самая главная моя задача как главы города не просто самому что-то делать или курировать какие-то крупные проекты, а сделать так, чтобы у нас жители понимали, что чиновники, которые трудятся в администрации, это те же самые люди, которые решают их проблемы и которые на это нацелены, и для которых решение проблем жителей является самой главной мотивацией. К нам в редакции очень часто звонят жители с жалобами именно на управляющие компании, причем жалуются на какие-то мелочи, на которые действительно не надо много времени, нужно просто желание помочь сделать. Вы как работаете с управляющими компаниями? Вот у мэрии как алгоритм выстрелит? Я думаю, что большинство жалоб жителей, оно у нас идет как раз по сфере жилищно-коммунального хозяйства и как раз по управляющим компаниям, ну и, собственно, статистика обращений граждан в администрацию, она это подтверждает. По управляющим компаниям, конечно, хотелось бы, чтобы у нас оставались прямые рычаги влияния на эти субъекты предпринимательства, но их сейчас, к сожалению, нет по действующему законодательству. Сложилась схема, когда у нас муниципальные управляющие компании ушли в прошлое, и сейчас это все субъекты предпринимательства, и мы ограничены жесткими рамками влияния на бизнес. Конечно, мы пытаемся с ними выстраивать взаимоотношения регулярно, ну не реже, там, наверное, раза в месяц проводят совещания управления жилищно-коммунального хозяйства. Мы, конечно, имеем на них влияние через муниципальный жилищный контроль, который, кстати, был создан, по сути, только в 2017 году. И проблема заключается в том, что муниципальный жилищный контроль, он не может напрямую влиять на управляющих компаний путем вынесения значительных штрафов. Этим занимается государственная жилищная инспекция. Но вот как раз между нашим муниципальным жилищным контролем и ГЖИ мы постарались в 2017 году выстроить прочную связь. И если мы видим, что какие-то управляющие компании работают недостаточно хорошо, то мы вместе с государственной жилищной инспекцией пытаемся эту проблему решить. Но проблема-то она глубже. Она сидит в том, что раз управляющие компании стали бизнесом, который не социально ориентирован, конечно, самая главная цель у них заработать как можно больше прибыли. И понятно, что тут происходит столкновение интересов жителей как потребителей их услуг и, конечно, самих предпринимателей, которые заинтересованы в том, чтобы прибыль максимизировать и каким-то образом сделать меньше, чем они должны или сделать не так, как хотели бы жители. Это сложный вопрос, и решить его можно только способом передачи ряда полномочий по наказанию управляющих компаний, как я считаю, на уровень муниципалитетов. Тогда у муниципалитетов будет гораздо больше рычаг влияния на управляющие компании. Сейчас мы разработали свои предложения по изменению областного законодательства. Я думаю, что в ближайшее время областная дума их рассмотрит. Владимир Николаевич, за этот год город визуально очень преобразился. Была реализована программа «Комфортная городская среда», отремонтирована вокзальная площадь, набережная реки Увадь. Вот вы лично чем довольны, что удалось, а что придется переделывать весной? Доделывать придется все, что придет в негодность. И если мы будем выявлять где-то недоработку подрядчиков, у нас, во-первых, есть гарантийные обязательства у каждого подрядчика, а во-вторых, даже если что-то случится, в любом случае это будет лежать на плечах города. И все, что мы предполагаем, может случиться, хотя будем надеяться, что никаких проблем не возникнет. Хотя они уже сейчас в ряде случаев возникают, особенно по дворовым территориям. Где-то там асфальт раскрошился, где-то кусты, может быть, не приживутся. И весной мы увидим, что нет сокодвижения по веткам. Ну, это все такое, это все не является на самом деле проблемой. Это все устранимо, легко, и я думаю, что никаких проблем с этим мы точно не поймаем. Что касается каких-то крупных проектов, вот как набережная, площадь УЖД вокзала, недоволен только тем, наверное, что мы только в 2017 году этим занялись. Потому что у города должны быть пешеходные зоны, у города должны быть красивые функциональные площади. И я надеюсь, что средства бюджетов нам, не только муниципального, но и регионального, позволят и дальше заниматься городом, строить те дороги, которые очень нужны жителям нашего города, которые давно востребованы, например, как та же улица Станкостроителей. И то, что нам удастся все крупные проекты довести до конца. И то, что рано или поздно мы будем с удовольствием гулять по нашему городу на протяжении нескольких часов. Потому что сейчас у нас все прогулочные зоны, наверное, ограничены. Ну, я не знаю, там, от Соковского моста до площади Пушкина, да, и, может быть, самой площади. Дальше площади Пушкина, набережную, будем делать? Будем. Сейчас мы собрали всех собственников участков от площади Пушкина до парка Степаново. Было принято совместное решение о том, что они разрабатывают проект планировки земельного участка, потому что все собственники нам понятны на этой территории. И мы считаем, что они должны взять на себя обязательства по проектному решению. А дальше уже будем смотреть, как мы будем софинансировать данный проект. В любом случае, эта территория должна развиваться. У нас в центре города, по сути, находится промышленная зона, которая никак не используется жителями города. И не используется уже даже как промышленная зона, потому что предприятия, они все равно все должны быть из центра города вынесены. У нас у города замечательная, действительно уникальная составляющая есть. Это фабрики конца 19 века. Вот надо как можно быстрее сносить эти заборы, делать эту часть города доступной для всех жителей, и чтобы у нас был административно-деловой центр, который будет востребован у жителей, востребован у бизнеса. И, соответственно, если нам все-таки это удастся, это понятно, что это такая долгосрочная достаточно перспектива соединить площадь Пушкина и парк Степаново пешеходной зоной. Но это, я думаю, будет чудесным образом сказываться даже на настроении наших жителей, что можно просто из парка дойти до центра города. Тем более это не так далеко, это 3 или 4 километра, по-моему, всего. А, конечно, проблем много на этом участке, потому что и коммуникации, и канализационные коллекторы, и линии электропередач, это все надо выносить. Этим всем надо серьезно заниматься, вкладывать деньги, понимать, каким образом эти деньги будут бизнесу возвращаться, потому что за счет бюджета это сделать точно невозможно. Я думаю, что мы начали правильно, потому что должна быть концепция, то есть по которой вот эта набережная будет развиваться, потому что это вдоль, пешеходная зона должна быть у нас вдоль реки. А пока нет концепции, пока нет документов, уже официальных, как проект планировки земельного участка, то мы можем не получить нужного результата просто само по себе. А что визуально изменится уже в следующем году? Вот какие планы? Тяжело говорить о планах, потому что они зависят не от меня, зависят от многих факторов. Во-первых, что касается комфортной городской среды, мы до сих пор не знаем, сколько денег получит город Иваново. Второй момент, мы будем предлагать, как обычно, как и в прошлом году, несколько точек общественных мест, которые можно благоустроить. Это, например, будет и парк 905 года, и парк Степаново, и парк Харенко, и, конечно же, это будет сквер-микрорайон Московский, это будет площадь Ленина, скорее всего, потому что политех разработал интересные предложения по модернизации этой площади. И поэтому говорить о том, что вот в планах у нас, например, есть сквер-микрорайон Московский, я не могу, потому что в любом случае по сути этой программы сами жители города должны выбрать, какую точку они захотят благоустроить, и будем смотреть именно на волеизъявления наших горожан. Что касается дворовых территорий, мы работу эту продолжим, мы ее оставим в том же понимании, как и в 2017 году, то есть двор будет комплексно благоустраиваться, то есть мы не будем себе упрощать жизнь тем, что, например, будем делать только восстановление асфальтового покрытия, или, например, устанавливать только игровые элементы. Об этом мы говорили на совещании у губернатора, на котором подводили итоги работы по программе «Комфортная среда». Мы считаем это правильно, мы, собственно, обратная связь от жителей, нам тоже говорит, что решение мы выбрали верное. Кстати, а как с губернатором у вас отношения с новым складываются? Нормальные рабочие взаимоотношения, которые должны быть у мэра областного центра с губернатором региона. Конечно, моя задача как главы города постараться получить максимальное какое-то софинансирование наших проектов со стороны регионального бюджета, но понимая, что в области очень много действительно каких-то проблем, и мы каких-то чудес не ждем, да, что тут сейчас какой-то финансовый поток обрушится на нас, и город Иваново достаточно давно привык выживать собственными силами, и мы понимаем, что проблемы региона, они, конечно, не равны проблеме одного города, да, пусть он даже является областным центром, но, конечно, стараться я буду доказать свою позицию о том, что Иваново давно нуждается в масштабных инвестициях бюджетных, и в плане инфраструктуры, и в плане дорожного хозяйства. Все мы видим, да, что, как бы, недостаток финансирования у нас все-таки присутствует. Заговорили о проблемах, давайте поговорим о проблеме безнадзорных животных, которая, наверное, в этом году острее всего встала в нашем городе. По какому алгоритму будет работать пункт передержки в следующем году, и как вообще работа будет выстроена? Вот вы из трагедии в Болино какие уроки для себя вынесли? Ну, начнем с того, что ситуация с безнадзорными животными, она у нас возникла из-за достаточного, даже, мне кажется, больше, чем нужно, гуманного законодательства, потому что, на самом деле, полномочия, которые есть у субъектов, они у нас в Ивановской области просто транслированы на муниципалитеты без достаточной финансовой поддержки. Это, как бы, исторически сложившийся факт, о котором мы тоже можем говорить. Проблема возникает в том, что просто нет каких-то способов влиять на наличие безнадзорных животных на улицах города. Все мы видим, что в основном те животные, которые проживают в жилых кварталах, они, по сути, не являются безнадзорными. Те животные, которые напали на Ярослава, они жили на территории садоводческого товарищества, у них была там организована лёжка. То есть они, по своей сути, не являются безнадзорными животными. То есть всегда виноват человек, который животных приручил, а потом бросил. И, соответственно, эти животные, они испытывают определённое чувство агрессии к людям, которые перестали почему-то давать им еду, как они привыкли. Служба отлова, которая сейчас является коммерческой структурой, и, скорее всего, в следующем году мы создадим муниципальную. Они же не могут войти даже на территорию СНТ по законодательству. Начнём с того, что она уже находится на территории Ивановского района, это другой муниципалитет, где они не являются уполномоченными. А второе, это, конечно, то, что собака после операции по стерилизации возвращается в естественную среду обитания. То есть её где поймали, там мы должны вернуть. И мы видим, что проблема с животными, она же не только у нас в городе, она в каждом городе России. Я считаю, что только на федеральном уровне можно решить кардинально этот вопрос. Что касается деятельности муниципалитета, денег у нас заложено достаточно. К сожалению, вот та сама система, которая по работе с безнадзорными животными выстроена на федеральном уровне, она показывает свою неэффективность. Деньги были заложены, контракты с подрядчиками были заключены. Соответственно, трагедия эта действительно произошла. И решения, которые управленческие мы после этого принимали, они были связаны с тем, что мы организовываем собственный пункт передержки на базе муниципального предприятия. И, скорее всего, в следующем году нам удастся организовать службу отлова, которая будет эффективнее работать, чем коммерческие предприятия. К сожалению, и по коммерческим предприятиям у нас тоже предложение, это по сути всего лишь несколько. Подрядчики сейчас, понимая, какое внимание у зоозащитников приковано к их деятельности, не стремятся выходить на эти конкурсы. И несколько конкурсов, которые мы проводили, они были признаны несостоявшимися. Про это мы тоже очень много говорили. Были круглые столы, и общественная палата, и фонд развития города Иваново этой проблемой занимался. Но сейчас мы решаем проблему в рамках действующего законодательства и будем надеяться, что у нас таких трагедий в городе больше не повторится. А приюты сторонятся этой работы, я так понимаю, да? Приюты не хотят выходить, как я понимаю, на конкурсы, которые объявляет администрация. Приюты готовы работать, так скажем, на субподряде у муниципального предприятия. Сейчас с приютами мы работу эту ведем, и есть от них ряд уже предложений, но они касаются только использования их площадей как пункта передержки. То есть это не решение проблемы, потому что самая главная проблема – это отлов собак и определение, может ли данная собака находиться на территории города или у нее особенности психики такие, которые не позволяют ей проживать вместе с людьми. И давайте расскажем о новшестве. То, что теперь на сайте администрации из пункта передержки размещают фотографии животных, которых отловили, и, собственно, ищут хозяев, если таковые имеются. Как вот хозяева могут посмотреть, забрать? Каких условий? Так вы все и рассказали. Могут посмотреть и могут забрать. И сейчас уже, вот даже вчера мы с директором СЖХ разговаривали, вот у него за вчера только забрали трех собак. Вот из пункта передержки. Причем это не хозяева забрали, а просто посмотрели на фотографии, им понравилась собака. И они приехали, оформили необходимые документы, забрали животных к себе. Будем надеяться, что все животные найдут своих хозяев. И то, что та работа, которую мы сейчас проводим, как раз в том направлении, на которое нам зоозащитники указали, да, мы все выполняем. Особенно будем надеяться на следующий год собаки. И все проблемы будут с этими хвостатыми решены. Все найдут дом. Но мы понимаем, что это произойдет вряд ли, потому что пока есть такое федеральное законодательство, которое не дает никому ничего делать. Я уже говорил и в вашем эфире, да, о том, что такое ощущение складывается, что у нас города, они не для людей, а для как раз животных, да, и мы должны вот тут все вокруг них прыгать. Но тогда надо нашу культуру и менталитет менять. Собственно, в других странах, вот как в Греции, там же полно таких же бездомных животных, да, но у них есть кормовая база, они не испытывают агрессии. Вот и все. То есть, а у нас произошло вот именно в случае с Ярославом, да, что человек просто их кормил, а потом просто перестал. Ну, как бы, потому что вот, ну, выпал снег, ему стало там, видимо, незачем ходить там их навещать. Ну, это безответственность людей, в первую очередь, да, которые это допустили. Ну, вы же понимаете, что решая эту проблему, сейчас в соцсетях будет куча комментариев разного толка. Вы как относитесь вот к критике, к жесткой, например, в адрес администрации, в свой адрес? Лучше бы пользователи соцсетей помогали решать проблемы, если мы говорим о безнадзорных животных. Что касается критики, критика, она бывает разная. То есть, бывает критика доброжелательная, когда человек тебя критикует для того, чтобы как-то объяснить свою позицию, чтобы ты ее принял, да, и взглянул на ситуацию с другой стороны. Эта критика, она, понятно, она полезная. Есть критика просто, когда ты кому-то не нравишься, да, или там просто человек не с той ноги встал, там, да, или еще что-то у него в жизни произошло, и он свои отрицательные эмоции как-то пытается распространить на других людей. Что касается самого интернета, то это просто, мне кажется, законы жанра, то, что там гораздо больше идет негатива, чем каких-то позитивных новостей, или там жизнеутверждающих, так скажем. То есть, просто, ну, относимся к этому нормально, как к данности, как к особенности современного информационного поля. Вот, в любом случае у нас пресс-служба мониторит все эти комментарии, да, мы какие-то выводы делаем. Зачастую, ну, то есть даже в абсолютном большинстве, к сожалению, эта критика, она достаточно поверхностная, эмоциональная, и поэтому использовать ее в своей работе мы не можем. А если из виртуального в реальную жизнь переходить, больше людей, которые поддерживают, или все-таки есть те, кто так в лицо критикует? Да есть и те, и другие, вот. Но, опять же, понимая, что, находясь на должности главы города, я не буду всем, как бы, мил, и если бы я, наоборот, видел ситуацию, да, что вот вокруг меня образуется там атмосфера какой-то излишней там доброжелательности, я бы думал, наверное, что я делаю что-то не то. Почему? Потому что постоянно, когда ты принимаешь серьезные управленческие решения, там, изымание участков, какие-то там интересы города, жителей, и когда отстаиваются, понятно, что ты одним людям делаешь хорошо, другим людям ты делаешь плохо, да, и эти люди, они, как бы, имея там те же самые финансовые ресурсы, или еще какие-то иные ресурсы, например, там, того же самого государственного управления, они могут работать против тебя просто из-за того, что их интересы ущемлены. Но я был бы не я, если бы я этим не занимался, потому что тогда бы просто, получается, переступил через себя, после этого я бы не смог работать главой города. На площадь Пушкина уже ходили на ярмарку? Ходил, и ходил, когда мы новогодний городок готовили, и принимал участие во встрече Деда Мороза. В детстве Деду Морозу что-то загадывали такое, что запомнилось? Да нет, наверное, только игрушки. Ничего такого особенного не загадывал. То есть все было исполнимо. Никаких глобальных желаний быть мэром, например. Вы вообще мэром планировали быть когда-нибудь? Думали об этом хотя бы в голову? Приходило? Да, приходило, наверное, как раз вот осенью 16-го года. Пришло в голову. Ну, я надеюсь, что не сильно разочаровало жителей города. Я думаю, что все видят то, что, по крайней мере, администрация работать начала по-другому. Ну, мне это точно видно, да, то, что мы видим, что те же самые люди, да, которые работали в администрации предыдущих руководителей города, ну, они уже сейчас к своим обязанностям подходят несколько иначе. Вот я надеюсь, что всем это будет заметно рано или поздно. Давайте пожелаем тогда жителям нашего города в 2018-м чего-то хорошего от мэра. Давайте пожелаем жителям нашего города больше радости, больше любви к родному городу, чтобы в 2018-м году все наши добрые замыслы сбывались. И то, что у каждого из нас было здоровье, удача, гудополучие какое-то семейное и так далее, чтобы у всех все было хорошо, у наших жителей. Спасибо, Владимир Николаевич, за то, что пришли, за то, что мы с вами пообщались перед Новым годом. Тоже поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем, чтобы он был не менее продуктивен, чем этот. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова